Добрый вечер, друзья дорогие! Вот так вот незатейливо мы с вами докатились, добрели, доползли до вечера пятницы. Это не может не радовать. И с вами снова телеканал ТНТ «Онега» и программа «Наш взгляд». Я Юля Романова и Никита Власов. Добрый вечер! Добрый вечер, Юля и добрый вечер, Дмитрий. Сегодня у нас в гостях поэт и переводчик Дмитрий Свинцов. Не один, а со своими книгами. Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте, Никита, здравствуйте, Юля. Вы всегда ходите с книгами? Ну, меня попросили прийти «Рояль в кустах», так неожиданно я принес. Правда, мне сказали, что помимо двух книг, если хорошо бы еще диск принести, тогда будут три «Рояля в кустах». Он же у нас есть здесь, да? Он прямо в книге, да. Прямо в книге «Третий рояль». Скажите, а если выбирать из этих двух книг? Ну, всегда же есть какое-то более любимое детище. Хотя, конечно, из своих детей выбирать сложно, какой любимый. Но все-таки, если из этих двух книг в приоритете, что бы вы выбрали, верхнюю или нижнюю? Я должен сказать, что это не очень корректный вопрос. Потому что первая книжка, которая нижняя лежит, она за свои деньги пошла в Петербурге, печаталась. А вторую, на вторую книжку я получил грант Министерства культуры Республики Карелия. Так что, вроде бы, как бы обе дороги. Обе дороги. Скажите, а в стихи давались... Я, правда, скажу, сказать, что нижняя дороже, потому что за свои деньги... Значит, все-таки нижняя, все-таки нижняя дороже. И функционер театральный, но и поэт. Ну, это громко стихотворец, лучше скажем так. Поэтому первая книжка – это то, что за 30 лет вот я писал. А как это... Какие ощущения, когда вы перестаете быть журналистом, функционером, а становитесь просто поэтом? Только ли хорошие ощущения или какие-то еще добавляются? Ну, я думаю, что, знаете, очень тяжело уйти из той жизни, в которой я жил. Потому, что ты постоянно среди людей. И потом меняется социальный статус резко. Надо себя к этому приучить. Если раньше Свинцов театральный критик, журналист, в общем, достаточно известное имя, и мог проходить, куда хотел. И к тебе обращались, да, тем более, да, так, да, с пиететом. Искренне или неискренне – это уже второй вопрос. И поэтому, когда уходишь, занимаешься частной своей жизнью, это достаточно сложно. Но я себя год готовил, и поэтому я ушел достаточно безболезненно. Можно сказать... Можно я... Скажите, а критиковать сложно? Ведь, по сути, хвалить всегда проще, да? То есть, сказать о чем-то хорошем. А критиковать – это все-таки нужно как-то человеку, чуть ли не практически глядя в глаза, хоть там через строчки или еще что, сказать о его недостатках. Тяжело это? Это все мне напоминает, знаете, фильм «Покровские ворота», где говорят друг к другу, высокие отношения. Вот у нас такие высокие отношения были с Иваном Петровичем Петровым. Я критиковал его спектакли, в том числе и чеховские замечательные, и дядю Ваню, прекрасный спектакль. И особенно последние спектакли чеховские «Три сестры» и «Вишневый сад». И тем не менее, понимаете, уровень интеллигентного общения между Петровым и мной был таков, что он, может быть, внутренне сердился, обижался. Вообще нормального человека, который реагирует весело на критику, я не встречал. Это полный идиот должен быть вообще. Ну, согласитесь. Поэтому Петров не позволял себе никаких оскорбительных дел. Я в своих рецензиях не позволял оскорбления по отношению к актерам, к спектаклю, к театрам, к людям, которые этим заняты. Но они должны понимать, что они люди публичные. И они выносят свое произведение на суд публики. Поэтому, господи, меня тоже критиковали ведь. Это, наверное, как с лучшими друзьями, да? Что кто, как не друг, может тебе сказать, например, что тебе не идет и доплатится? Ну, подруга, я имею в виду. Ну, я не знаю, но вообще нужно осторожнее тоже друзьям говорить. Хотя правильно, конечно, друзей нужно принимать такими, какие они есть. Плохие они, хорошие или грубые, мягкие. Но он друг. А возьмут друзей? Нет. Такого быть не может по определению, мне так кажется. Согласна, абсолютно. И рада ответу этому. Я вот сейчас хочу вопросы задать. Я обычно долго и путанно задаю вопросы. Поэтому немножко на шаг назад хотелось бы преамбулу озвучить. Я-то считаю, например, что в глазах ваш социальный статус резко пошел вверх, когда вы стали просто поэтом и переводчиком, вместо того, чтобы быть функционером и просто критиком. Есть такое выражение, что нельзя быть поэтом, не думая о себе в превосходной степени. Как у вас с этим? Борис Виан, которого я переводил, сказал, «Вот поэт, он как будто бы вслеп, но при помощи пения и стихотворения зарабатывает на хлеб. Вещен и явления подвергает сомнению, это делая великолеп». Но. Спасибо. Ну, мне кажется, так. Кажется, так. Прежде чем начать переводить какого-то автора, какого-то поэта, вы пытались проникнуть, вникнуть в его не только суть, но и постигнуть его привычки или какой-то образ жизни, что вам пришлось там и покурить то, что нельзя, и посидеть там, где не хочется. Где не хочется. Расскажите, может быть, какие-то есть интересные моменты, например, про посидеть. Это вот было с вашей собственной инициативой? Дело в том, что я заканчивал факультет иностранных языков в нашем Кореевском государственном педагогическом институте, который теперь называется «Академия», и которому суждены, очевидно, последние уже дни, потому что произойдет слияние с университетом. Станет институтом опять. И у меня была дипломная работа на этом курсе «Цветы зла» Шарля Бодлера. И вот я вступил в соревнования с такими гигантами перевода, как Вильгельм Левик, например, или Бенедикт Лившиц, и переводил стихи Бодлера. Для того, чтобы перевести, я действительно погрузился. Известно, что Бодлер, помимо всего прочей экстравагантности, он гулял, например, с зеленым омаром по улице Парижа, он был поклонник гашиша, опиума. Но мне повезло, больше мне не нужно было специально курить. Я когда служил в армии, там... Там давали на завтрак? Лица кавказской национальности им присылали азербайджанцам гашиш. Но я попробовал, но как бы не доставило большого удовольствия. Лучше водки выпить. Нет, а мне больше вторую водку. Тебе, как девочке, больше интересует тюрьма. Дело в том, что ведь в 1948 году Бодлер участвовал в революции, если вы помните, в Париже, из курса истории хотя бы. Ты не помнишь. Да, и юридическая революция. Он тоже посидел в тюрьме. Какие-то ощущения передать? Ну, это не Бодлеру относилось, а к Виану. Виан тоже ведь просидел в тюрьме, мы об этом не пишем. Он выступал под псевдонимом Вернам Салливан. Он написал несколько так называемых черных романов из черной серии в 1946 году. Эти книги были осуждены, и он сам тоже был провел. Ну, и потом было связано с песней «Дезертир» в 1956 году. Он ее написал. Тоже последовал запрет, потому что французы воевали в Война Китае. Так что какие-то ощущения нужны были. Как вы их получили? Каким образом? Очень просто. Мой отец был начальником пограничного госпиталя, врач. А дело в том, что пограничный госпиталь и поликлиника МВД в одном здании находились. Ну, конечно, папа общался с людьми из Министерства внутренних дел. Ну, попросили и сел я в камеру. Надолго? Нет, нет, мне хватило на полтора суток достаточно. А, то есть полтора суток. И все, и проникся, и все, сказал, все, я все понял. Я сидел во время учебы в Нахимовском училище, я сидел на Гауптвахте, на Суворовском. Схожи? Похожи, да, ощущения? Нет, там получше все-таки. Там получше, да? Там получше. А увлечение иностранными языками, это из Нахимовского училища? Вы фехтовать умеете? Да. Ну, у нас там... Все. Дмитрий как идеальный человек эпохи Возрождения. Потому что все время думал, что иностранные языки и фехтование. Вот у меня есть друг, который боксер и иностранные языки. И фехтование. Никита, вы знаете, дело в том, что когда я смотрел фильм Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник», это про мою жизнь. Это про мою жизнь абсолютно. Правда, вот девочек нам допустили поздновато. Сначала мы танцевали со стульями. Мне кажется, это правильно. Да, чтобы не наступать на ноги. Потом к нам приглашали девочек из петербургских ленинградских школ. Они приходили к нам на вечера. Нас учили как обращаться с предметами, утварью, ложку, вилку и прочее. Танцевание. Английский язык на Химовском училище 14 часов в неделю. География военной, перевод на английском. Так что это оттуда. А французский? Французский – это уже потом. Потому что всегда меня тянуло как-то француз. Ну, еще, наверное, с детства. Книжки про мушкетеров и так далее. Ну, и гусара там. Ну, наверное, все оттуда. И потом я очень полюбил живопись импессионистов. Поскольку я учился в Ленинграде 7 лет, это достаточно хорошо. Аура самого города культурная, она воспитывает. Одно дело, ты живешь в городе маленьком, провинциальном, где ничего нет. Ну, допустим, возьмите, ну, я не знаю, Украину, там, Ненакиево, там, или Донбасс. Маленький. Пьяные люди все время, ничего культурного нет. А здесь, конечно, сама атмосфера воспитывает. И, конечно, если у нас был урок истории, мы шли в музей Суворова. Если изучали что-то там, литературу «Горе от ума», я, например, видел Тасаноговский знаменитый спектакль «Горе от ума» с Юрским и «Рецептером» во втором составе. Или в Маринку у нас были абонементы ежегодичные. Ну, и так далее, и так далее. А можете вот процитировать, например, вспомнить оригинал, например, французский, и ваш перевод? Ну, это сложно. Сложно? Тогда я спрошу. Нет, я знаю немножко из этого, как его... Из кого? Аполлинера. Ну, там все это знают. Нет, я не буду цитировать. Соля полмегабоку. Да, да, вот именно это. Только я первое предложение знаю. Это знаменитое стихотворение, Никита вспомнил Аполлинера под мостом Мироботи Хосена, течетая в переводе Оренбурга. Но существует несколько, даже... Это, по-моему, самое переводимое стихотворение Аполлинера. Тогда, может быть, свое что-нибудь? Давайте свое. А что? Потому что было бы... Что свое? А вот каждый день у вас по настроению. Вы же свои стихи сами писали, значит, знаете. Бывает же так. Вот сейчас я больше ассоциирую себя с этими строками. Сейчас это мне ближе. Я целую ваши руки, пани Горска, пани Горска, Катаржина, Молгожата. Хоть совсем не разумею я по-польски, Все равно нам расставаться рановато, мы еще не домолчали. Две недели мы знакомы с вами, ну и только. Мы еще в глаза до дна не доглядели, Мы еще не станцевали с вами польку. Застучали б каблучки, вскипели б юбки, Словно пена в набегающем приливе. Ах, как жаль, что, пани Горска, ваши губки, Словно маленькие волны торопливые, От моих бегут то влево или вправо. Завтра утром вы уедете с вещами, Только мы еще станцуем вальс в Варшаве. Катаржина, Молгожата вместе с вами. Тридцать лет назад тому такой же точно Танцевал на Рождество и пахло елкой. Вы по возрасту вполне годитесь в дочке, Той прекрасной юной польки с рыжей челкой, Той, меня кружившей в старом вальсе, Что кружился снегом царственно над Польшей. Только я, как этот вальс, на кой вам сдался? Неужели не увидимся мы больше И вино из недопитого кувшина? Не дождавшись встречи, скиснет виновата. Неужели, неужели, Катаржина? Неужели, неужели, Молгожата непременно? Непременно. На дорогу вы меня перекрестите неумело. Довидзенья, Панигорск. Слава Богу, еще полька, как и Польша, не сгинела. Вот так вот мы с вами тоже обязательно увидимся уже в следующую пятницу в 19.30. Дмитрий, спасибо вам огромное за вечер в поэзии, за улыбку, за это душевное проникновение в поэзию и в культуру. Никита, и тебе спасибо тоже, и вам спасибо, дорогие. И вам спасибо. До встречи в следующую пятницу. И вам спасибо. Продолжение следует...